Приветствую вас на канале час ремонта. Сегодня мы рассмотрим аккумуляторный перфоратор Makita DHR202. Буду рад если поставите лайк, а если еще и останетесь и подпишетесь на наш канал буду очень благодарен. Актуальные цены на этот перфоратор вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Электрический перфоратор с удобным аккумуляторным питанием, классической горизонтальной компоновкой и стандартным патроном SDS+. Имеет сравнительно небольшой вес 3,5 кг в сборе и эргономичную конструкцию с правильной развесовкой и прорезиненными рукоятками. Благодаря аккумуляторному питанию перфоратор Makita DHR202 будет полезен на выездных работах в условиях, когда подключение к бытовой электрической сети затруднительно или невозможно. К преимуществам стоит отнести быстрый доступ к щеточному узлу, что позволяет не тратить лишнее время в процессе обслуживания инструмента. Стоит заметить, что аппарат оснащен проверенным редуктором, который устанавливают на сетевые модели. Для защиты места крепления аккумулятора от механических повреждений имеются специальные амортизационные накладки. Вес агрегата 3,5 кг при габаритах 358 мм в длину и 259 мм в высоту. Напряжение аккумулятора 18 В. При покупке инструмента вы получаете сам перфоратор, боковую рукоятку и ограничитель глубины сверления. В комплекте версии DHR202RF один аккумулятор 3 Ач. В комплекте версии DHR202RF-E, два аккумулятора 3 Ач. В комплекте версии DHR202RF-J два аккумулятора 3 Ач. А в комплекте версии DHR202RX4 два аккумулятора 1,5 Ач, 3 Ач. Версия DHR202Z поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Все это упаковано в удобный пластиковый кейс. Инструмент развивает значительные крутящие моменты и силу единичного удара до 1,9 джоуля, которого достаточно для выполнения различных монтажных, демонтажных или строительных работ, требующих долбления, ударного и простого сверления твердых и мягких минеральных материалов. Может эксплуатироваться в трех различных режимах – долбления, ударного и обычного сверления. Без проблем создает отверстия диаметром до 20 мм в высокопрочном бетоне и железобетоне, искусственном и натуральном камне. Режим долбления будет полезен для быстрых демонтажных работ и дает возможность создавать пазы, штрабы в штукатурке и легком бетоне. Предусмотрена LED-подсветка, реверс и расцепная муфта, помогающая справиться с ситуацией, возникающей при заклинивании бура. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого инструмента. Тяжеловат. Кейс какой-то неудобный. Малая емкость батареи в комплекте. Не понравилась закрытая рукоять, неудобно. Люфтит и шатается крепление аккумулятора. Нет плавного пуска. Отсутствует защита от переразряда. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Хорошо лежит в руке. Быстрая зарядка. Качество Makita. Довольно сильный удар. Хорошее соотношение цена-качество. Удобен в местах, где переноски мешают. С запчастями проблем нет. Заряд держит отлично. Кейс с металлическими замками. Возможно, вы станете владельцем этой модели перфоратора. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!